Сотрудники администрации не успевали следить за подрядчиками, а еще согласование с жителями. Переделывали проекты под их пожелания, проходили сметы, и это сроки. Потом подрядчики, которые были приезжие, которые болели. С жильем оказалось проще. Город в прошлом году обеспечил квартирами 20 сирот. Правда, договориться насчет апартаментов в новостройках не удалось. Продают еще на ранней стадии на котловании, и, конечно, цена больше, чем мы можем предложить. А для малышей в основном новострой. Детские сады в Симферополе открывали один за другим в 2020-м, даже во время пандемии. Очередь в столице была одной из самых больших в Крыму. Она очень уменьшилась, потому что за этот год мы дали путевки 5442. Город зацвел в прямом смысле. Общественники даже пересчитывали растения. Не поверили на слово. Экс-глава администрации не поскупилась и на новогодние украшения. В прошлом году на них потратили 100 миллионов рублей. Год выдался очень сложным годом. И нам особенно хотелось порадовать наших жителей и гостей столицы. Запомнилась бывшая сети-менеджер и активностью в соцсетях. Несколько тысяч человек в друзьях. Пишут, жалуются, просят. Злоумышленники даже создали фейковую страницу, чтобы от имени главы администрации собрать деньги на лечение. Вот такая популярность. Инстаграм, контакты и так далее. У меня не хватает физически времени. Но у меня есть помощник, который подписывается за меня. Она полностью владеет информацией. А фейсбук, да, это я люблю. И сейчас после ухода публика ответила. Добрых комментариев заметно больше. К отставкам чиновников Крым уже давно привык. Не удивишь. Но эта неделя, конечно, дала жару. Ушли сразу четыре человека. Кроме Елены Проценко и ее заместителя. Замглав администрации Советского района и председатель Госкомитета по межнациональным отношениям Альберт Конгиев. Он возглавлял Госкомнац с 2019 года. Возможно, его сменят Айдер Типа. Но пока официальной информации у нас по этому поводу нет. Ждем. Что это будет? Новая политика или просто новый человек? Может, новый уровень межнациональных отношений? Узнаем у депутата Госдумы России Руслана Бальбека. Здравствуйте. Да, сейчас на связи с нами по скайпу. Руслан Смаилович, вы меня слышите? Да, слышу. Здравствуйте. Руслан Смаилович, вот сейчас Крымский Госкомнац работает на все 100% с вашей позиции? Дело в том, что в работе нет точки насыщения, поэтому нет, как и предела, совершенству. По всем социологическим исследованиям считается, что уровень межнациональных отношений в Крыму на достаточно высоком уровне. Нету никаких вопросов, которые бы вызывали бы встревоженность, как отношения межэтнического характера растениваются крымчанами, согласно тем же соцопросам, как доброжелательные. И, наверное, такого единства не было до 2014 года никогда, так как национальный фактор исторически и в политических целях использовался некоторыми нечистоплотными политическими деятелями. Ну, а вот чего ждете от нового кандидата? Может быть, чего посоветовали бы? Ну, дело в том, что в функционал и в положении самого Госкомнаца заложены основные положения, которые, в принципе, и направлены на укрепление общероссийской гражданской идентичности. Поэтому, конечно же, все, которые нас скрепляют, объединяют, формируют единую монолитную политическую нацию, действия, направленные на этот основной и важный фактор. Также это противодействие и профилактика экстремизму, так как мы видим уже, особенно и по последним событиям, что религиозный фактор, то есть религиозная экстремистская идеология, это новый вызов, новая угроза, к которой мы должны быть готовы. И здесь необходимо как раз-таки усилия и институтов гражданского общества, централизованных религиозных организаций, органов власти. Ну и, конечно же, Госкомнац в этом отношении выступает модератором, то есть структура, которая, необходимость которой входит как раз выступать регулятором и, естественно, предлагать новые идеи, новые смыслы, которые бы позволили нам иметь щит против вот этой новой угрозы. Ну и, конечно же, это реализация указа президента о мерах реабилитации репрессированных народов и вопрос касательно создания условий для возможности сохранения национальной идентичности, самобытности всех народов полуострова, о чем, в принципе, крымчане, как и все россияне, голосовали, поддержав поправки в Конституцию. Поэтому у нас появились новые возможности, новые горизонты и, сообща, вместе мы должны сделать так, чтобы каждый этнос сохранился, каждый этнос имел возможность для самореализации. Ну и, конечно же, для меня очень важно, как для крымчанина, это наполнение содержанием региональной идентичности, то есть возникновение такого понятия на законодательном уровне, как крымчане. Руслан Испавилович, спасибо большое, что были с нами на связи. Я напомню, депутат Госдумы Руслан Бальбек был сейчас нашим гостем по скайпу. Но недовольные найдутся всегда, тем более, если ты руководитель, самое главное быть честным перед собой. Это пятница вечер и на очереди обзор социальных сетей. Black Lives Matter добралось и до Крыма. Соцсети бастуют «Мы не будем есть пирожное негритянское сердце». Предлагают сменить на южно- или афроамериканское. Да и вообще не давать такие неполиткорректные названия. Следующих героев вряд ли волнует, как их назовут. Принц на коне, так принц на коне. Я попрошу дать видео из социальных сетей. Да, вот мы видим принц на коне, так принц на коне. Но главное здесь не замерзнуть. Правда, пользователям соцсетей на самом деле все-таки подавай белых коней. Ну вот, двигаемся дальше. Итак, лошадей трудно не увидеть на дороге дальше, даже в метель. Но, впрочем, жители Севастополя не упустят и 52-й автобус. Его номер продублирован вот таким интересным способом. Но, правда, здесь, наверное, да, здесь написано именно 52-й. Не сразу поймешь, но тем не менее. Автор текста просто находка для репетитора по русскому языку. И, конечно, лидер недели в сетях снег и все, что с ним связано. Десятки тысяч просмотров. Народные спасатели из кювета вытаскивают не то, что легковушки. Вот, кстати, целые автовозы. Вот мы видим, вытаскивают это дело было в Бахчисарае. Вот таким вот образом. Но самый популярный герой на этой неделе Юрий, он вытащил фуру из-за носа. И он сегодня у нас в студии. Юрий, здравствуйте. Добрый вечер. Юрий, вы всегда помогаете людям? По возможности, да. Стараемся всегда помочь. Когда плохо, когда хорошо, вы всегда рядом? Да. А вы как произошло? Вы проезжали мимо, так же стояли? Вы смогли выбрать сиски? Мы видели в соцсетях, в инстаграме, по-моему, призыв, что нужна помощь вытащить фуру. И вот так оперативно отреагировали? Ну да. Семью спросил, едем. Все согласились, конечно, едем. Вы всей семьей поехали еще? А мы как раз ездили всей семьей. Да вы экстремал, на самом деле. Почему? Ну, так вы, получается, вас ожидали? Вас ожидали, что вот спаситель к нам приедет? Ну, я не знаю, ожидали или нет. Мы как бы не сообщали, что мы едем. Мы просто взяли и поехали. И, собственно, ваша помощь-то пригодилась еще и как. Тяжело было? Нет. Ну, как бы машина позволяет. Ну да, полный привод, слава богу. Но, может быть, вы, в принципе, отработали за коммунальщиков? Может, какой-нибудь лайфхак дадите? Ну, такое редко в Крыму бывает, но засыпало. Просто надо помогать друг другу, и все. Коммунальщики не сумеют справиться. Бывает раз в 10 лет такое. Ну, зарплату не потребуете за это? Нет. То есть исключительно добровольческая история. Да, да, да. Это было так, от души. Хорошо. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Мы пока посмотрим, как развлекаются те, кто никуда в такую погоду не рискнул поехать. Хотя, зачем ехать, если можно доплыть, не остановить крымчан и на пути в магазин? Один плюс... А, это немного другое видео. Это у нас человек отправиться решил на рыбалку. В плавь практически. Замечательно. Ну, главное, вовремя потом отогреть. Мы завершаем рубрику социальных сетей. Серии сказочных видео и фото в Инстаграме. В Воронцовском дворце застали героиню Гарри Поттера. Где-то в лесу. Затерялись 12 месяцев. Ну, и вдохновили, правда, такие видео. Мы двигаемся дальше. Это была рубрика «Обзор социальных сетей». Итак, мы сейчас возвращаемся к главной теме недели. Снегопад, его последствия, насколько справились коммунальные службы, люди, человеческие ресурсы. И сейчас с нами на связи заместитель министра транспорта Республики Крым Николай Лукашенко. Николай Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот скажите, вот самые последние оперативные данные. Сейчас Крымский мост по-прежнему закрыт? Ну да, по состоянию на 7 часов вечера действительно он пока еще закрыт. И закрыта частично автомобильная дорога Таврида, начиная с Белогорска до Керчи. Дорожными службами ведется работа по расчистке снежных заносов непосредственно на самой трассе. А есть какие-то прогнозы, когда откроют? Ну, поскольку в настоящее время погода не улучшается, идет обильный снег и плюс к всему проявистый ветер помогает, пока сложно говорить об окончании завершения работ по очистке или расчистке именно дорожного полотна непосредственно на данном участке. Работает порядка до 50 единиц дорожной техники. Также службы МЧС у нас организованы по самой Тавриде и разворачиваются пункты временного обогрева. Вот как минимум 50 человек у нас этим вопросом занимается именно по территории Ленинского района. А водителей кормите? Ну, водители и кормят, и обогревают в том числе. Те пассажиры автобусов, которые должны были выехать сегодня на межрегиональных рейсах на территорию Российской Федерации, временно размещены у нас на территории пока автовокзалов. Также самообеспечены им там чай, кофе и время, где можно хотя бы немного отдохнуть. Мы сейчас подключаем к беседе директора предприятия «Город», МБУ «Город» Антона Гумина. Антон Владимирович, здравствуйте. Да, добрый день, коллеги. Здравствуйте. Вы, я так понимаю, на работе сейчас? Вы в машине? Да, коллеги, уже на работе, да, мы уже вторые сутки пошли, как мы работаем, поэтому в усиленном режиме. Да, сейчас на данный момент нахожусь в транспорте, в дороге. Антон Владимирович, ну, узнали о надвигающемся циклоне, о мобильных осадках накануне. Опять на дорогах, собственно, коллапс, можно так сказать. Когда первая техника появилась? Первая техника вышла вчера вечером, начала обрабатывать уличную дорожную сеть. Как только начались первые, первый снег начался, температура начала переходить с нуля на минус. Вышла техника на маршруты для обработки, чтобы не дать образоваться ледяной корки, подстилки, так сказать, снизу. И работаем всю ночь, работали весь день. Сейчас пересменка произошла, выходят на маршрут, опять машины и идут дальше работать. Ну, прежде чем мы продолжим с вами беседу, я бы хотела поблагодарить Николая Лукашенко за то, что были с нами на связи. Николай Николаевич, спасибо вам большое. Продолжаем, Антон Владимирович, с вами. Ну, все-таки, тем не менее, справиться до конца не удалось, да? Такое ощущение складывается, что опять все неожиданно, вроде как все усилия применены, но, тем не менее, чего-то не хватает. Что предприятию еще надо такого, чтобы, ну, больше такого не повторилось, на те же грабли, чтобы не наступали? Уважаемые коллеги, на самом деле ни на какие грабли мы не наступили. Были предупреждены о надвигающемся циклоне. МЧС прислали нам штормовое предупреждение. Предприятие было переведено в режим круглосуточной работы. Автомобили все были заправлены, обслужены. Реагент был приготовлен, и мы работали полными силами, какими всеми ресурсами, имеющимися в нашем предприятии для этого. Да, естественно, нам не удалось избежать утренних пробок и утреннего транспортного коллапса в городе Симферополе. Надо понимать, что выпала в очередной раз, у нас почти месячная норма осадков за сутки выпала в городе Симферополе. Ну, так же, наверное, не только в Симферополе, а во всем Крыму. И коллеги-дорожники, которые вот выступали, разговаривали передо мной, дал ту же самую информацию. Все силы брошены, повторюсь, на устранение этих заторов, поэтому боремся. Спасибо большое, что были с нами на связи. МБУ «Город» сейчас мы подключаем к беседе Сергея Браздина. Мы все-таки смогли с ним выйти на связь. Сергей Вадимович, по телефону на связи с вами. Сергей Вадимович, вы меня слышите? Да, добрый день. Добрый вечер. Вы сейчас находитесь, где-то на трассе находитесь, в пробке? Да, возвращаемся. Но уже не пробки. Полностью развернули весь транспортный поток от поворота на Горностаевку в сторону Керчи. Принимаем, расселяем людей, обеспечиваем питание. То есть вы сейчас тоже на работе, круглосуточно. Но что-то удалось сделать, чтобы все-таки люди с утра не опоздали на работу? Какие все силы брошены, все говорят. А что было сделано? Да, если касаемо транспортной сети города Керчи, внутренней, то с вчерашнего вечера эта работа уже началась. Поэтому сегодня все транспортные средства, автобусы у нас вышли по расписанию. Главные артерии были расчищены, чтобы возможность двигаться к общественному транспорту. Конечно, были проблемы, это выезды со дворов, которые расчищались позже. Но общественный транспорт у нас работал в штатном режиме. То есть добраться, в принципе, до места назначения можно было. Спасибо вам большое, Сергей Вадимович. Да, было добраться до остановочного павильона, то есть до остановки, а транспорт у нас функционировал. Спасибо, удачи в работе, всего доброго. Ну, не привыкли южане к скользким дорогам и тротуарам. Готовы ли медицинские службы к наплыву пациентов? Сейчас узнаем у директора Крымского республиканского центра медицины «Катастрофа» и «Скорая медицинская помощь» Сергея Лефиренко. Сергей Сергеевич, добрый вечер. Здравствуйте. А врал или все-таки штатный режим на этой неделе? Почувствовали как? После ковида все происходящее штатный режим. Но, тем не менее, травматизм-то увеличился за этот период или нет? Больше пациентов стало? Ну, вы знаете, мы, наверное, как и коммунальные службы чутко прислушиваемся к прогнозу метеорологов и заранее готовили средства противовуксовочные, полноприводные машины, машины повышенной проходимости именно для работы в тех районах, которые защищаются, к сожалению, не в первую очередь. То есть, если классические газели или форды мы можем выпустить на магистральные улицы, там, где уже обработана дорога реагентами, то вот эти вот поселки, села, либо спальные районы, там, где, ну, запозданием приходит коммунальная техника, безусловно, принимают на себя удар именно эти УАЗы, Соболи и другие полноприводные машины. Безусловно, количество обращений в такие дни увеличивается просто, ну, кратно, то есть, если там 10-15 в обычное время, ну, до сотни доходит, потому что, к сожалению, у нас люди, ну, удивительно, тем более старшего возраста, считают, что необходимо прямо там в 8 утра с открытием магазина сразу идти за хлебушком, безусловно, никаких там коммунальных... Ну, это традиция. Хлеб-то свежий, традиция, с утра. Да. Вы меня слышите, да? Да, да, мы очень хорошо вас слышим. Какая-то помеха небольшая. Дело в том, что люди, вот, они идут за хлебом, они идут по ступенькам, по спускам, подъемам, которые в данных условиях превращаются, ну, действительно, просто в горнолыжную трассу, и я не склонен здесь обвинять коммунальщиков или кого-то еще, потому что, ну, эти площади, которые одномоментно просто накрываются снегом, а как в Керчи мы видим, что там за сутки выпадает, ну, месячная норма, ну, никакими силами, резервами, даже армии, мне кажется, невозможно с этим справиться. Ну, тем не менее, как бы, работа, безусловно, с большой нагрузкой, но самым сложным является даже не тот факт, что количество вызовов именно с травмами увеличивается, а та ситуация, что, когда машина подъезжает на какое-то расстояние, но не доезжает до вызова, вот эти оставшиеся 100, 200, 500 метров, а зачастую больше, медик вынужден идти на своих двоих, держа кардиограф, укладку, сумку, планшет. Ну, я думаю, вы представляете, даже идя с магазина с двумя сумками в руках, это уже чудеса квилибристики люди проявляют, а представьте себе, когда-то 20 килограмм на себе унесешь этой нагрузки. Но, с другой стороны, как бы, внушает веру в человечество это взаимодействие с служб, это мы работаем и с Крымспасом, и с МЧС, и с полицией, ну, приходим друг к другу на выручку. Знаете, такой интересный, курьезный был случай, вот в субботу, когда первый снегопад был, у нас в одном из районов Симферополя в 6 утра поехала машина скорой помощи полноприводная на вызов и благополучно застряла. Тут же за ней отправили тягач, ну, наш дежурную машину с цепями, с лебедкой, она тоже благополучно застряла. Это как в сказке прям. Да, приехали спасатели, спасатели застряли, и в итоге потом всей деревней мы наши три машины вытаскивали. А кто супергерой оказался? Кто вытащил? Люди, обычные люди, которые проходили рядом, которые включились в процесс, помогли сначала вытолкать спасателей, потом лебедками вытащили нас. Поэтому работа нестандартная, и слава богу, что она бывает пару дней в году такая. Спасибо большое, Сергей Сергеевич, за работу на прямой связи. С нами был директор Центра медицины катастроф Сергей Лиференко. Мы двигаемся дальше, и на очереди следующая тема. В 10 регионах страны прошли оперативные задержания членов запрещенных в России экстремистских организаций. Крым не стал исключением. Среди мирного населения, обеспокоенного неюжными погодными аномалиями, нашлось место и тем, кто не рад простому житейскому укладу. Зомбированные, завербованные. Но проблема, конечно же, есть и психологическая составляющая. Она важна в поисках главного ответа. Откуда берутся новые сторонники у, казалось бы, таких очевидно деструктивных сообществ, организаций и ячеек? Особый взгляд Николая Уварова в продолжении программы. Во все времена для людей, которые хотят жить мирно, не мешая никому, была огромной проблемой наличие в обществе тех, кто приемлет только свою позицию. Хуже того. Тех, кто готов навязывать ее силой. Это как идти по улице, спешить по своим делам, купаться в собственных мыслях и внезапно услышать окрик «Стой!». Вы останавливаетесь, не понимая, в чем дело. Вы на несколько секунд уже почувствовали себя виновата. А все просто и до боли жестоко. Кому-то не понравилась ваша внешность, не понравился ваш стиль одежды. Именно дискриминация по целому ряду признаков лежит в основе многих тоталитарных сект и запрещенных организаций. Добрососедские отношения в пределах целого государства. В рамках отдельно взятого общества это то, к чему цивилизованные люди стремились из поколения в поколение. Преграды на пути к этой цели всегда были разные. Исторические обстоятельства и, конечно же, пресловутый человеческий фактор, а точнее сопутствующие ему пороки. Ненависть, гордыня и желание доказать свою исключительность. В информационно развитом современном мире неокрепшей психики очень легко и потеряться, и растеряться, и заблудиться. Но это не оправдание. Что же движет теми, кто так страстно хочет подчиниться чужим сомнительным идеалам? Кто по первому требованию своего наставника готов со звериной жестокостью расправиться со своим ближним? Что это? Слабость духа? Раболепное чувство страха или фанатичное желание самоутвердиться? Сила духа или духовная немощь? Как спасти тех, кто уже попал в эту кабалу? На вопрос нам ответил представитель муфтията Кемеровской области Рубин Муниров. Возможно, где-то кто-то задумается, осознается, что он не прав. И вот здесь вопрос, а куда он должен пойти? Если, например, он приходит в полицию и говорит, я участник террористической организации, что будет? Или куда он должен пойти? Есть ли у нас такие центры? Есть ли у нас психологи, которые готовы будут работать? Есть ли у нас готовые программы, что делать? Вот пришел, например, ко мне человек, я открываю вот этот документ и читаю шаг 1, шаг 2, шаг 3, чтобы правильно его реабилитировать, правильно его вытащить, ресоциализировать и попробовать вернуть в наше достойное общество. Сейчас с нами на связи Алексей Старостян, эксперт Центра этноконфессиональных исследований, кандидат исторических наук и Николай Никифоров, врач-психиатр-психотерапевт. Здравствуйте. Здравствуйте. Слышно хорошо, замечательно. Алексей Николаевич, Николай Ростиславович. Во-первых, первый вопрос Алексею Николаевичу. Вот нам эксперт рассказал, вы сейчас слышали, представитель муфтията, как спасти тех, кто уже в этой кабале, а вот попадают в нее из-за чего? Экстремизм, это про идеи или про деньги? Это, конечно, про идеи, потому что любая экстремистская организация имеет свою идеологию, имеет свою субкультуру, которая часто выделяется какими-то внешними атрибутами, и, естественно, они пропагандируют и распространяют прежде всего какие-то идеи, и часть людей, которые слушают проповеди, смотрят их видеопродукцию, читают их книги или листовки, попадают под влияние данных идей и становятся членами этих групп. Николай Ростиславович, вы согласны с оппонентом? Ну, спорить с оппонентом в таких условиях довольно рискованно, потому что мы незнакомы. Однако я хотел бы заметить, что в плане психологическом и психическом человек, который попадает в секту, он должен оказаться в нужных условиях, собственно, в нужном состоянии, в нужных условиях, в нужное время. То есть это люди, которые в секте ищут решение своих каких-то проблем. Если мы говорим о секте Тхизбут-Тахрир, то ее... Запрещенные в России организации. Это молодые люди, которые находятся как раз-таки в неком возрастном кризисе. У них заканчивается школа, и они находятся на этапе взросления. И в этом плане переживают один из естественных возрастных кризисов. Им приходится самостоятельно решать свои трудности, им приходится сталкиваться с трудностями взрослой жизни. И здесь им на выручку приходят люди из секты, которые берут на себя, так сказать, ответственность подсказывать, как им правильно жить. То есть человек, который попадает в секту с психической точки зрения, это человек, готовый туда попасть. Человек, который ищет решение своих личных душевных затруднений. Именно на этом строится один из этапов реабилитации. А не срабатывает инстинкт самосохранения? Не срабатывает здесь у них? Ну, знаете ли, насчет инстинкта самосохранения здесь важно отметить вот что. То есть, ведь вовлечение в секту, оно построено на использовании психологических технологий. То есть, прежде всего, человеку объясняют и переворачивают его сознание с ног на голову, объясняя, что оставаясь в этом мире, он как раз-таки подвергается большей опасности, чем если он вступает в эту секту. И на этом основана вся дальнейшая обработка. То есть, дальнейшая обработка, она, так сказать, не строится на каких-то секретных гипнотических техниках. Там все достаточно просто и естественно. Это может повторить любая организация. Но эта организация дает человеку ощущение, что попав в секту, он сделал правильный выбор, он нашел людей, сторонников, которые его любят, принимают таким, какой он есть. Николай Ростиславович, спасибо большое за ваше профессиональное мнение. Алексей Николаевич, вопрос вам. Тот арсенал оружия, который извлекают у экстремистов при обысках, при задержании, это попытка запугать людей или все-таки могут ли такие, этот арсенал, это оружие, да, люди эти нанести серьезную военную угрозу вообще для внутренней безопасности страны имеют, представляют эту угрозу? Человек, который находится под воздействием какой-либо экстремистской идеологии, он заряжен на определенные действия. И по команде куратора, вождя, организатора, лидера, по-разному можно его назвать, этот человек может совершить любое действие, начиная от самоподрыва, заканчивая нападением на какой-то объект, будь то религиозный или военный центр, в зависимости от того, какая группа и против чего она выступает, к чему призывает. Поэтому, конечно, это представляет огромную опасность. Спасибо большое за то, что были с нами. Алексей Старостин, эксперт Центра этноконфессиональных исследований, был сейчас с нами на связи. Что ж, от идеологических к проблемам насущным перейдем через пару секунд. Это прямой эфир. Будьте с нами. И о воде. В Севастополе бьют рекорды. На реке Бальбек построен водозабор. Осталось сделать врезку в Днепровский водовод. И с марта обещают, что люди уже смогут пользоваться новым источником. И мы сейчас ожидаем экспертов на связи. И об этом как раз поговорим с заместителем губернатора Севастополя Николаем Жигулиным. Николай Николаевич, здравствуйте. Да, добрый вечер. Николай Николаевич, меня слышит. Мы вас, правда, не видим. Сейчас, я надеюсь, связь наладится. И мы вас и увидим, и услышим. Итак, Николай Николаевич. Александрович. Николай Александрович, здравствуйте. Я прошу прощения. Добрый вечер. Николай Александрович, прямой эфир. Сегодня важное событие. Врезка водовод. Как успели к срокам? Как все вовремя получилось сдать объект? Все сделать, все успеть. Тем более сейчас, когда это очень нужно. Говоря о темпах строительства, можно отметить следующее, что военные строители со своей армейской дисциплиной, собственно, и отличаются, наверное, от всех остальных именно, скажем, таким дисциплинированным подходом. Объект, что у нас в первую очередь, это перекачка воды с Кадыковского карьера, был сдан раньше срока. Что ковш на реке Бельбек у нас сегодня идет с опережающим, скажем так, графиком. Поэтому никаких проблем, собственно, и не испытывали по технологическому процессу и, в принципе, по всем видам работ. Работали в очень тесной связке с строителями. Правительство оказывало всевозможное содействие. Ну и, собственно, наверное, слаженная работа как раз и проявляется достижением высоких результатов и кратчайшими сроками по любому направлению по заданию. Николай Александрович, вот пока водозабор строился, воду, вот как вы сказали, брали из Инкерманского, Кадыковского карьеров и еще у озера, у горы Гасфорта. Но озеро обмелело, и люди жалуются и хотят узнать, уточнить, как вы будете восстанавливать этот природный объект. Значит, изначально, перед тем, как забирать воду со всех источников поверхностных, был проведен анализ, были проведены соответствующие исследования. Водоемы восполняемы, значит, водоемы на сегодняшний день не на критический уровень, скажем так, раскачаны. Например, если брать озеро у горы Гасфорта, то мы взяли оттуда всего около 300 тысяч, что составляет 1,8 от всего баланса водоема. Естественно, такой небольшой объем позволяет сохранить всю флору и фауну, естественно, скажем так, в своей среде, не нанося никакого вреда. То же самое и с Инкерманом, это тоже водоем восполнится. Специалисты говорят, что потребуется около двух-трех лет. Николай Александрович, спасибо вам большое, что были с нами на связи. Надеемся, что запустят такие объекты не только в Севастополе, но и по всему Крыму. Мы знаем водный дефицит, это проблема всего полуострова. Но мы ждем с нетерпением, ждем, когда решат с помощью региональных властей, с помощью федеральных властей различных федеральных целевых программ этот вопрос. Это дефицит, на самом деле, ощутимый. Но, тем не менее, хорошо, что удалось этот объект в Севастополе запустить в срок. Я надеюсь, что эта история будет также и касаться наших объектов, которые будут запускать во всем Крыму. И опреснительные установки, и различные новые источники воды. Итак, мы продолжаем. Сейчас мы ожидаем на связи эксперта по экологии заведующего кафедрой водоснабжения и водоотведения КФУ имени Вернацкого. Сейчас он должен подключиться к беседе. Это Илья Николенко. Ожидаем Илья Викторовича. Илья Викторовича. И мы хотим задать ему вопрос как к ученому экологу, который может сказать, какие последствия может вызвать использование подземных источников. Вот как раз сейчас мне подсказывают, что он уже с нами. Илья Викторович. Илья Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Меня слышно? Да, вас очень хорошо слышно и видно. Вы нас слышите? Да. Илья Викторович, насколько долго мы можем пользоваться подземными источниками? Нам в будущем придется пить только опресненную воду или все-таки есть какие-то запасы, альтернативы? Ну, вряд ли придется пить опресненную воду, я думаю. Значит, во всем мире, но сейчас мы живем в 21 веке, все тенденции к тому, что существует какая-то последовательность решения проблем водных дефицитов. То есть первое, это все-таки улавливание всех поверхностных вод, дождевые воды, которые падают, то есть снег тает, вся эта вода, которая есть, она используется. Следующее, это уменьшение потери утечек в сетях. Третье, это все-таки повторное использование источных вод. Ну и самое последнее, это уже когда мы будем жить в пустыне, это все-таки опреснение. И, ну, примеры такие, в принципе, 21 век, это уже век абсолютно новых технологий, век четвертых поколений систем водоснабжения. Так, но если говорить про подземные воды, ну, можно говорить, что подземная вода – это как счет в банке. То есть вот вам положили ваши предки деньги, и вы начинаете брать эти деньги. И они когда-то заканчиваются. Если вы не будете восстанавливать, то есть насколько хватит, и сколько вам заложили. То есть бывает вода, которой 10 лет, 20 лет, 100 лет, 1000 лет. Вот от этого зависят все эти запасы. Ну и существуют абсолютно новые методы, которые позволяют определить достаточно точно запасы этих вод. То есть там американцы запустили два спутника, с помощью которых определяются запасы достаточно точно. То есть там спутники Том и Джерри, которые специальными технологиями определяют объемы подземных вод и регулярно считывают эти данные. И по откачке воды, то есть можно рассчитать, насколько этой воды хватит. Илья Викторович, а как можно восстановить водоемы, из которых сейчас выкачивают воду? Ну, во-первых, мы прошли уже период, наверное, дефицита поверхностных, ну то есть вот тех осадков, которые имеют. Мы сейчас выходим на более большие осадки. Но первая проблема – это собирать все, что у нас есть. Есть программа, например, мировая программа по водосбережению, так называемые «зеленые дома», «зеленое водосбережение». То есть, например, могу сказать, что Китай в 2013 году ввел, ну, президент или председатель Китая Си Цзиньпинь в 2013 году дал программу, которая называется «Гопчатые города». И 12 городов, которые имеют население более 100 миллионов, в общем, собирали всю воду, которая идет в этих городах. И программа к 2020 году, они собирают 20% той воды, которая идет. То есть, они не сбрасывают ни водоема, никуда. Ну, то есть, они собирают, очищают, используют. То есть, есть замечательная страна Сингапур, она сейчас уже собирает 30% воды, которая есть. И 30% этой воды хватает на обеспечение страны. А остальные 30% – это идет очищенная источная вода, которую они пьют с 2002 года. Поэтому существует очень много альтернативных способов. Спасибо большое, спасибо большое. Илья Николенко, заведующий кафедрой водоснабжения и водоотведения КФУ имени Вернадского, был сейчас с нами на связи. Такой была эта неделя. До встречи в следующую пятницу. Хороших выходных. Пока. Субтитры подогнал «Симон»